МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в материалах наших журналистов. Инновации на развитие арктических территорий в Муравленко состоялась окружная научно-практическая конференция. Привлечь внимание общественности к проблемам воспитания детей, что применять ремень или пряник, над сложным вопросом размышляли родители юных муравленковцев. Педагоги отмечают профессиональный праздник. Сегодня система образования Муравленко объединяет 21 учреждение. В каждом работают учителя с большой буквы. Ямальские врачи бьют тревогу, полицейские перекрывают каналы поставок. Сразу в нескольких регионах страны зарегистрированы случаи массового отравления людей синтетическими наркотиками. Почему люди сознательно приближают себя к смерти, подробнее об этом говорим с гостем студии. На этой неделе губернатор Ямалонинского автономного округа Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение о назначении Ирины Соколовой вице-губернатором. По сообщению пресс-службы главы региона, в ближайшее время она приступит к работе и будет курировать в том числе сферы внутренней политики, межнациональных и межконфессиональных связей, взаимодействия с общественными организациями и политическими партиями, развитие средств массовой информации и другие направления. Напомню, Ирина Соколова с 2010 года занимала должность заместителя губернатора Ямала, руководителя аппарата губернатора автономного округа. С осени 2013 года работала заместителем главы Ставропольского края и возглавляла его аппарат. Теперь к городским новостям. Кражи, мошенничество, хранение наркотических средств – это самые распространенные преступления, совершаемые в Муравленко. Но, как известно, все тайное становится явным. Многие из таких преступлений раскрыты. Сейчас в производстве следственного отдела находится 60 уголовных дел. Семь из них в сентябре уже направили в городской суд на рассмотрение, рассказывает Татьяна Бойко. В Муравленко снова активизировались мошенники. Вчера на удочку аферистов попалась очередная жертва. Мужчине пришло СМС-сообщение о том, что банком принята заявка на перевод денежных средств. Он тут же перезвонил по указанному номеру телефона. Девушка, которая представилась сотрудницей банка, предупредила, что на севере участились случаи мошенничества. Поэтому лучше банковскую карту временно заблокировать, сообщив, что это можно сделать прямо у банкомата. В результате мужчина под диктовку перевел аферистам около 10 тысяч рублей. Крупной суммы денег лишился еще один житель города. Мошенники по телефону в одном из кафе заказали шашлык с доставкой на дом. В разговоре с водителем попросили еще о нескольких услугах. Купить шампанское и конфеты, а также пополнить счет их мобильного телефона на 8 тысяч рублей. Деньги тут же пообещали вернуть, но были таковыми. После того, как заявитель выполнил все указания мошенника, он подъехал на указанный адрес, позвонил по телефону, неизвестный ответил, что сейчас спустится. Заявитель, подождав некоторое время, понял, что его обманули, он стал жертвой мошенничества и обратился с заявлением в полицию. В настоящее время по данному факту сотрудниками Голонородска проводится проверка, различные оперативно-рестные мероприятия. Уже установлено, что звонили из других субъектов Российской Федерации. В Муравленко преступление, связанное с хранением наркотических средств, тоже не редкость. Подходит к завершению расследования одного из таких уголовных дел. Подозреваемый житель Губкинского, а вот задержали его местные оперативники. Молодой человек в сети интернет заказал аналог наркотического вещества «Спайс». Так называемую закладку курьеры оставили в Муравленко, где и попался курильщик в руки сотрудников полиции. По данному факту следственного дела ОМВД России по городу Муравленко возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 228 КРФ. Это незаконное приобретение и хранение наркотических средств, а также их аналогов. За данное преступление предусматривается срок лишения свободы от 3 до 10 лет, а также накладывается крупный штраф на данное лицо. По-прежнему органы правопорядка уделяют особое внимание борьбе с коррупцией. Одно из таких преступлений было выявлено еще весной этого года. Следствие по этому делу длилось не один месяц. В хищении денег в крупном размере с использованием своего служебного положения обвиняется председатель одного из ТСЖ. Присвоение денежных средств было совершено председателем ТСЖ посредством заключения им как председателем ТСЖ договоров на оказание услуг для ТСЖ с ним же как с индивидуальным предпринимателем. Однако услуги данные фактически им не исполнялись, а исполнялись сотрудниками ТСЖ, которые были в штате данной организации и ей уже оплачивались. За полгода предприимчивый председатель похитил более 500 тысяч рублей. Мужчина свою вину не отрицал. Материалы этого дела уже переданы на рассмотрение в городской суд. Татьяна Бойко, Сергей Кириченко, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. На этой неделе сразу из нескольких регионов России поступили сообщения о массовом отравлении людей синтетическими наркотиками. Киров, Оренбург, Владимир, Сургут, Новый Уренгой. Сейчас в этих городах врачи борются за жизнь пострадавших. Полицейские работают над перекрытием каналов поставки. Подробности в следующем сюжете. Ямальские врачи и полицейские бьют тревогу. Количество синтетических наркотиков растет с каждым годом. Сегодня в Муравленко диагноз потребления наркотических средств и психотропных веществ установлен 35 жителям. У многих из них еще пока нет физической зависимости от наркотиков, но они уже пробовали одурманивающие вещества и, возможно, не один раз. Такая статистика не радует. Массовое отравление спайсами показало – достаточно одного вдоха ядовитого вещества, и человек тут же может оказаться на больничной койке. Или еще хуже – на том свете. Острый токсикоз, галлюцинации, в особо тяжких случаях смерть – результаты потребления спайсов. Спайсы губительно действуют на организм. Это общеизвестный факт. Но почему-то люди продолжают их покупать и употреблять. Торговцы становятся все более изощренными. Они сбывают наркотики при помощи интернета или используют так называемые закладки. Бесконтактная форма сбыта, бесконтактная форма приобретения. То есть, получается, человек покупает наркотическое средство, но он не видит того, кто оставил эту закладку. А тот, кто оставил закладку, он не видит того, кому он сбыл данный препарат. Перекрыть каналы поставки смертоносного зелья – первоочередная задача правоохранительных органов. За восемь месяцев наркополицейские Ямала конфисковали почти 43% синтетических наркотиков. Жителям города нужно быть очень внимательными. Вдруг у них где-то в подъезде появятся подобные объявления или надписи на домах. Мы, конечно, очень просим сообщать нам по телефону 2-81-81, либо телефон наркоконтроля 22-178, либо это телефоны ОМВД по городу Муравленко. К сожалению, курительные смеси широко распространены в молодежной среде. Близкий к нашему городу Сургут. От синтетического наркотика 200 человек с отравлением. Шестеро погибли. Новый Уренгой – 4 человека в тяжелом состоянии. От этой беды никто не застрахован. Один из выходов, который в том числе обсуждается сейчас с различными федеральными специалистами, это запрещение употребления всех курительных смесей. Иначе с этой ситуацией можно бороться без конца. Депутаты Государственной Думы уже готовят законопроект, который запретит в России оборот синтетических курительных смесей, известных как спайсы. В документе будет дано четкое определение запрещенных веществ. Не стоит забывать и о том, что легких наркотиков не существует, а их употребление ведет к необратимым пагубным последствиям. Последние события это наглядно доказали. Действительно, распространение и состав синтетических наркотиков не просто пугает, приводит в ужас. Люди, а зачастую молодежь, сознательно приближают себя к смерти. Подробнее на эту тему говорим сегодня с гостем нашей студии, врачом-психиатром-наркологом городской больницы Натальей Кулькачевой. Приветствую вас, Наталья Викторовна. Здравствуйте. Мне бы хотелось вначале узнать, что это массовое отравление, или передозировка. Вы знаете, здесь, наверное, скорее всего, я думаю, что это сочетание и массовое отравление, и передозировки. Дело в том, что все эти курительные смеси, они делаются в кустарных условиях. Что именно там добавляют в некоторых случаях, сказать даже трудно. То есть, понимаете, ведь когда человек поступает в тяжелом состоянии, помощь, она оказывается сразу. А результат биосред, то есть, когда мы можем определить, какое именно токсическое вещество, оно даже в лучших больших городах делается через двое-трое суток. То есть, когда состояние кризисное, то есть, тогда, когда можно реально помощь оказать, то оно уже время прошло, время будет упущено. То есть, неизвестно, какая химия попала в организм. Какая химия, в кустарных условиях можно добавить туда все, что угодно. То вещество, которое было добавлено, массовое, вот это вот, во-первых, это не относится на данный момент, не включено в список наркотических веществ, то есть запрещенных веществ. Это больше относится к токсическим веществам на данный момент, если не включить список. И говорить здесь в данном случае тогда об передозировке не имеет смысла. Здесь, скорее всего, больше идет как отравление. У нас, к счастью, таких случаев не было. У нас, к счастью, таких случаев не было. Наши случаи, которые попадали с употреблением курительных смесей, это были психотические расстройства. То есть, пациент поступал, и это все выглядело как дебют шизофрении. Хорошо, но вот насколько реально спасти человека от отравления таким вот психоактивным веществом? Ну, здесь, наверное, тоже зависит от того, сколько он употребил. Это один момент. Насколько скоро его доставили, это второй момент. И третий момент, я хочу предупредить всех молодых людей, которые экспериментируют, играют, так сказать, в русскую рулетку со своей жизнью, антидота нет. То есть здесь только идет симптоматическое лечение. То есть при любом отравлении, промывании, очищении организма. И здесь, наверное, больше даже зависит от, сколько употребил, как скоро доставили, и как справится сам организм с помощью, сможет ли он справиться. И поэтому говорить о том, что каждому будет оказана помощь, помощь-то будет оказана каждому, насколько она поможет, это неизвестно. Это уже другой вопрос. Это другой вопрос. Действительно, ведь легких наркотиков не существует? Конечно, не существует, потому что любой легкий наркотик ведет к тяжелой зависимости. Соответственно, к социальной дезадаптации, к заболеванию, какая-то химическая зависимость. Ну вот мы говорим о том, что спайсы сегодня очень распространены в молодежной среде. Вот дайте совет, на что обратить внимание родителям? Потому что не факт, что это будут люди, дети из неблагополучных семей. Абсолютно не факт. Достаточно детей, которые из благополучных, потому что курительная смесь удовольствия достаточно дорогое. И для того, чтобы их купить, все-таки нужны какие-то определенные финансы. Ну, я родителям бы здесь посоветовала, во-первых, ну, беседуйте со своими детьми об этом. А вот говорите, что вас это приведет в ужас употребления. Что это действительно может закончиться летальным исходом. И ваш ребенок нанесет, а сообщайте ему, что он вам нанесет большую травму, что это будет непоправимое горе. Ну, и плюс контроль, наверное, денег. Наличных сумм, которые располагает подросток, для того, чтобы... Это и бесконечные беседы. Ведь, понимаете, для того, чтобы подросток употребил, все равно должны быть какие-то предпосылки. То есть, возможно, конфликтные ситуации или охлаждение дома. Проблемы какие-то с учебой, которые, может быть... Потом, ведь подросток, это же особый мир. И вполне возможно, что то, что для нам, взрослых, кажется пустяком, и мы прекрасно понимаем, что это пройдет, то для подростка это трагедия. Потому что юность отчаивается там, где нет поводов для отчаяния. И надеется там, где нет надежды. Поэтому здесь, я думаю, что родителям просто нужно разговаривать, разговаривать со своими детьми. И контроль обязательно должен быть. Как-то в поведении человек меняется? Вот на что стоит все-таки обратить внимание? Может быть, меняется круг общения или, я не знаю, падает настроение резко? Круг общения, когда подросток начинает употреблять какие-либо психоактивные вещества, здесь даже разговоры не про курительные смеси, он меняется сразу. Перестают, пропадают те увлечения, скажем, спортом или какими-то кружками. Интеряется интерес к учебе. Появляются секреты от родителей. То есть закрытая дверь, как симптом закрытой двери. Когда ребенку хочется уединиться от родителей, чтобы они не знали. Потому что вот я хочу сказать родителям настороже. Я работаю давно. И в среднем родители узнают о том, что ребенок употребляет наркотические вещества года через два после того, как он начал. Потому что, я думаю, через полгода, через год, если бы родители забили тревогу, обратились к специалистам, то, наверное, как-то можно было решить проблему. Во всяком случае, во многих случаях на начале. Но они узнают очень поздно, когда уже есть зависимость. Ну и стесняться в этом случае не надо. Да, я считаю, что нужно обращаться. Раз ребенок начал употреблять, значит, нужно обращаться к специалистам. И, в принципе, к нам вы обратитесь или обратитесь в другом городе. Самое главное, что не теряйте, не отчаивайтесь и старайтесь помочь. Вы в данном случае боретесь за жизнь своего ребенка. Нужно знать, как себя вести. Может быть, где-то интернет, где-то консультация врача. Я считаю, что здесь нужно использовать все, что только есть под рукой. Предельное внимание. Предельное внимание и свое поведение. И не нужно надеяться, что он после одной беседы со мной или после двух бесед с вами, после какого-то контроля, он перестанет. Раз он начал, значит, что-то к этому привело. И надо смотреть глубже. Надо с этим бороться. Не с подростком, не с молодым человеком, а с его заболеванием и помочь ему. Хорошо. Наталья Юрьевна, я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам в студию. А мы продолжим сразу после короткой рекламы. Новый уровень комфорта. Электропривод двери багажника. Вентиляция сидений и подогрев руля. Шестидиапазонная автоматическая трансмиссия. Новый двигатель В8. Новая система помощи при движении по бездорожью. Система кинетической стабилизации подвески. Бэлэнд Крузер 200. Все в вашей власти. Тойота. К другим темам. Какие инновации стоит направить на развитие арктических территорий? Над этим достаточно сложным вопросом размышляли участники окружной научно-практической конференции. Она состоялась в нашем городе во второй школе и собрала более 60 участников. Подробности в следующем сюжете. Использование инновационного потенциала для экономического развития арктических территорий сегодня особенно актуально. Эта мысль звучала в каждом докладе участников окружной научно-практической конференции. Студенты наряду со специалистами с большим стажем работы из различных городов и поселков Ямала предлагали идеи развития Арктики. Это были не просто мысли вслух, а конструктивные предложения, которые либо уже реализуются, либо имеют право на внедрение. Сравнительно недавно этот регион был зоной интересов экологов, биологов, географов. А сейчас совсем арктический регион имеет абсолютно другое значение. Это зона интересов как и строителей, так и дорожников, как и промышленников. Конечно, уникальный регион. Работа окружной научно-практической конференции была поделена на две секции. Тематика докладов разнообразна. Значимость роли высшего профессионального образования в развитии арктических территорий, инновации в предпринимательской деятельности, научные изобретения, экологической безопасности и промышленное освоение. Антон Денискин приехал на конференцию из Нового Уренгоя. В своей исследовательской работе он рассказывал о значении развития Северного морского пути для экономики России. Северно-морской путь экономически выгоднее всех остальных перевозок груза, газа, инъекции. Также открываются порты новые, Сабета, например. Про него там тоже очень много указанной информации. Также аэропорт, порт. Много информации, даже историческое у меня есть. Ямал-пионер в промышленном освоении арктических широт. Добыча, переработка и транспортировка углеводородов – стратегические направления развития экономики региона. Участники конференции отмечают главными задачами. При реализации крупных масштабов в Арктике должны стать тщательный анализ, мощное научное обеспечение и широкое внедрение ресурсосберегающих прорывных технологий. Мы проведем рефлексию по итогам проведения этого мероприятия. Мы увидим, какая из тематик в нас сейчас на данный момент самая болевая. Вокруг какой вопрос вызовет самое большое количество споров у наших специалистов. Уже следующим этапом у нас будет мероприятие по именно этой узкоспециализированной тематике. Споров в этот день возникало немало. Для участников эта научно-практическая конференция – не просто шанс узнать что-то новое. Это колоссальный обмен опытом. Итогом конференции стала резолюция с предложением перспективных идей инновационного развития арктических территорий. Организаторы направят принятый документ для рассмотрения в профильные департаменты окружного правительства. Светлана Грачева, Тимофей Сапильник, Сергей Кириченко. Телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». 5 октября. Профессиональный праздник педагогов – День учителя. В «Муравленко» обучением и воспитанием юных горожан занимаются более полутора тысяч сотрудников образовательных учреждений. Окружная телерадиокомпания «Ямал-Регион» совместно с департаментом образования округа ежегодно проводит конкурс народного признания «Учитель года». С каждого муниципального образования был определен победитель. В этом году лучшим учителем «Муравленко» по итогам голосования стала преподаватель физики многопрофильного колледжа Елена Родина. Моя коллега Анастасия Попова узнавала, в чем секрет ее успеха. О кинетической потенциальной энергии, силе тяжести и скорости она знает все. Свои знания в области физики и математики она передает школьникам и студентам уже около 30 лет. У Елены Родина есть одно простое правило – найти подход к каждому ученику и быть человечной. Педагогика – особая наука. Вынуждены, согласны. Вынуждены. А здесь какие? Свободные колебания. На своих уроках она четко и ясно объясняет ученикам, как применить сложнейшие формулы в решении задач. С уважением и большим доверием к ней относятся родители учащихся, ее выпускники и студенты. Они говорят, такого преподавателя найти сложно. Дает всякие напутствия разные, может дать сказать хорошо, прикрыть даже. Мне вообще интересна физика, и она объясняет довольно понятно, и поэтому на ее уроках не скучно сидеть. Она очень веселый и жизнерадостный человек, как я уже говорила. Она очень многогранна. Есть такие преподаватели, честно, которые могут быть серыми, такие неинтересные личности, а с ней хочется общаться и узнавать что-то новое. Она в меру, вот человек в меру, она и хорошая, и добрая, но и когда нужно строгая, когда реально нужна подзарядка. В Муравлинковском многопрофильном колледже она работает всего 7 лет. До этого вела уроки в Туркменском Ашхабаде и Волгоградской области. Елена Родина – знающий и квалифицированный специалист, участник и победитель множества окружных и всероссийских педагогических конкурсов. У нее свой секрет успеха. Они больше, наверное, человечностью и пониманием. Потому что если с ними разговаривать на более высоких тонах, они этого не предуспринимают. Тем более в таком вот возрасте, принимаю я их в 15-16 лет, то есть тот возраст, когда они начинают только становиться взрослыми ребятами. И когда, если они чувствуют доверие, то, естественно, они к этому стремятся. Иногда порой даже говорят больше, чем родителям. Эти аплодисменты – как знак уважения. Ее студенты уже в курсе, что их преподаватель – один из лучших в округе. В общественном конкурсе учителей «Народное признание» она стала лидером среди претендентов из Муравленка. Победители определялись путем голосования, активное участие в котором приняли студенты колледжа и их родители. Так как я сижу практически во всех социальных сетях, мои родители мне написали, хотим, чтобы вы выиграли. Мы голосуем за вас. И они подключили всех ребят, монтажников всех, две группы, М07, М10. Также переработку нефтегаза в группу подключили. И молодых всех. То есть организовала, в принципе, родительница. «Народное признание» отмечает Елена Родина не только ее заслуга. Это общая победа, цена которой – нескончаемая любовь к работе и своим ученикам. Анастасия Попова, Андрей Нагибин, Тимофей Сапильник, телерадиокомпания «Муравленка ТВ». Не ремень, а пряник. В сентябре во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях города прошли семейные мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к проблемам воспитания детей. Наш корреспондент Эльвирова Ахметова побывала во второй школе и детском саду «Золушка» и выяснила, какие методы воспитания современного подрастающего поколения сегодня в приоритете. Что же лучше – ремень или пряник? Семейный праздник во второй школе начался с короткой сценки. Старшеклассники играли роль родителей и сами принимали участие в процессе воспитания детей. Наказывать за полученную двойку или ругать за то, что ребенок принес мало пятерок – в этом вопросе пытались разобраться совместными усилиями. Какой метод эффективен на воспитании подрастающего поколения – ремень или пряник? Задача, которую предстояло решить в ходе всего мероприятия. И, конечно, не без помощи родителей. Я желаю, чтобы в ваших семьях ваши дети были хорошими. Но, чтобы они были хорошими, сделайте их счастливыми. Хорошего вам сегодня настроения. Старт празднику дан. И тут же семьи приглашают принять участие в конкурсах. Евгений Ладынский вместе с сыном решили смастерить ремешок дружбы. Занятие увлекательное. В ход шло все, что находилось под рукой. В основном бисер яркий, цветной, для хорошего настроения. Женская работа, да, согласен с вами полностью. Ну, стараемся, что получится, посмотрим. Пока одни родители вместе с детьми вышивали ремешки дружбы, другие плели фенечки семейного счастья и старательно разукрашивали пряники доброты. Желтый цвет мы использовали, потому что дети – это наше счастье и лучики солнышка. Как бы красные цветочки. То есть мы всегда смотрим на них и улыбаемся. Да, дети – цветы жизни. И педагоги в очередной раз напоминают об этом родителям. Через подобные мероприятия организаторы стараются донести до мамы и пап, что ребенка нужно беречь, понимать его. И в любой ситуации необходимо искать решение вместе и только мирным путем. Семья – это самое важное для каждого человека. И взаимодействие семьи и школы – это тоже очень важный залог сотрудничества. И поэтому сегодняшним мероприятием мы хотели показать, что досуг, семейный досуг, совместный досуг можно проводить с пользой, интересно, и при этом показать все свои творческие способности, наклонности. Кульминацией праздника стала карусель дружбы, которая объединила все семьи в одну большую и дружную. А вот в детском саду «Золушка» мероприятие началось с совместной веселой зарядки. Бодрое начало дня поспособствовало и хорошему настроению. Далее родителям предложили построить свой дом. С заданием мамы и папы справились на отлично. В основу фундамента крепости легли кирпичи из благополучия, здоровья, уважения, заботы и любви. Все необходимое для полной гармонии в семье. Специалисты говорят, такие занятия помогают формировать у родителей понимание того, что воспитывать детей нужно не ремнем, а пряником. Потому что все можно решить разговором, уговором, а не объяснением. Поэтому кнут в наше время вообще не нужно. И самое главное нужно помнить, отмечают педагоги, что ребенок уже с самого рождения – отдельная уникальная личность. А родители для него прежде всего должны быть друзьями. Это поможет в будущем избежать многих проблем и всегда находить взаимопонимание. Эльвира Валяхметова, Сергей Кириченко, телерадио-компания «Муравленко-ТВ». Выпуск обзора недели продолжит блок спортивных новостей. С ними вас, как всегда, познакомит моя коллега Анастасия Попова-Настя. Чем удивили спортсмены нашего города на этой неделе? Массовость и доступность – самое актуальное направление в работе физкультурников «Муравленко» в спортивно-оздоровительном комплексе «Ямал» состоялся День здоровья для детей с ограниченными физическими возможностями, а взрослые проверили себя на силу и выносливость в туристическом слете. Муравленковцы приняли участие в городском туристическом слете. Представители шести команд не только весело и с пользой привели выходные дни, но и приняли участие в спортивных конкурсах. Среди участников – представители трудовых коллективов управления образования компаний «Борец», «Муравленко», «Ростелеком», «Нефтяники» и «Студенты». Первый этап прохождения контрольно-туристического маршрута стал одним из самых сложных для участников турслета. Им предстояло преодолеть такие испытания, как ориентирование на местности, преодоление стандартных для туристов препятствий кочки, бревно, фрироуп и переправа. Всего семь этапов. Здесь команды еще больше сплотились, и, что немаловажно, определили слабые и сильные стороны каждого участника. Впечатления от пробежки положительные, заряд бодрой энергии присутствует. Такие соревнования надо почаще проводить, потому что это сближает коллектив, общественный настрой, и потом непосредственно на производстве проще работать с коллективом и добиваться успехов. Первое место здесь заняла команда управления образования, на втором – сборная «Борец», «Муравленко» и третье – у представителей команды «Прео-МН». В «Муравленко» спорт доступен каждому. В спортивно-оздоровительном комплексе «Ямал» состоялся День здоровья для детей с ограниченными физическими возможностями. Организаторами спортивного праздника выступили представители социальной защиты населения и управления по физической культуре и спорту. Такой День здоровья проводится ежегодно во всех муниципалитетах округа в последние выходные сентября. Ребята с нетерпением ждут его и активно принимают участие во всех видах состязаний. В этом году каждый смог попробовать себя в настольном теннисе, игре в дартс, а также шашках и пулевой стрельбе. Организаторам праздника удалось подобрать спортивно-развлекательную программу, учитывающую разный возраст, способности и увлечение особых детей. На этом у меня все. Следите за спортивными событиями и занимайтесь спортом сами. Спасибо, Анастасия. В завершении выпуска напомним о других событиях, произошедших на текущей неделе. Новый политический год для самой крупной всероссийской общественной организации «Молодой гвардии Единой России» начался успешно. Активисты местного отделения отчитались о проделанной работе и наметили планы на предстоящий год. Повышение уровня престижа рабочих профессий и привлечение молодых специалистов в производственную сферу. В Муравленковской транспортной компании прошел традиционный конкурс профессионального мастерства. В правила благоустройства города Муравленка внесены изменения, в администрации состоялись публичные слушания. В Муравленка прошла массовая акция по озеленению города. Сотрудники городских учреждений и предприятий вооружились необходимым инвентарем и совместными усилиями посадили более тысячи молодых деревьев. Старшеклассники Муравленка вместе со своими педагогами приняли участие в «Полярной зорнице». Эта военно-спортивная игра давно завоевала признание среди молодежи и проводится в многопрофильном лицее на протяжении 8 лет. Детский сад «Дельфин» открыт после ремонта. Воспитатели приняли около 500 детей. И это все на сегодня. О самом важном и интересном, чем будет богата следующая неделя, смотрите в субботнем эфире. А я благодарю вас за внимание и желаю вам приятных выходных.